Добрый вечер, дорогие друзья! Мы сегодня с вами поговорим о молоке, о разных видах молока и о том, какое молоко бывает, какое молоко полезное, какое самое полезное и как самое главное молоко готовить и правильно принимать. Скажите, пожалуйста, а что такое молоко? Молоко это божественный продукт. Это продукт, который дал человеку для нормального полноценного питания, сам Господь создал для человека удивительное животное, которое называется как? Особенности. Корова. Коза. Есть другие виды молока тоже наряду с коровьим, но коровье молоко занимает особое место среди разных видов молока. Почему? Потому что коровье молоко является самым бесценным продуктом для человека. Почему? Потому что, оказывается, это просто закон природы. Это никакая не вера, не религия. Это просто закон природы, что только в коровьем молоке есть те вещества, которые необходимы для тех структур головного мозга, которые ответственны за процессы мышления и памяти. То есть, проще говоря, за функционирование и развитие интеллекта. То есть, что это значит на практике? Это значит, что если человек не будет пить правильно, правильно приготовленное коровье молоко, если оно не парное. Потому что парное молоко, в чем его особенность? В том, что парное молоко усваивается на 100%. И поэтому оно самое полезное. Но если молоко не парное коровье, то если его неправильно приготовить и неправильно пить, оно действительно, кроме вреда, ничего не будет давать. Вот, например, что это значит? Что, оказывается, ни в коем случае нельзя пить холодное молоко. Почему? Потому что оно не усваивается, не переваривается. И в холодном молоке без правильного приготовления образуется фракция белка, которая является ядом диагноза на человека. Условно, современная медицина эту фракцию белка называет козеином. И он действительно является ядом для человека. Поэтому молоко нужно правильно приготовить и правильно пить. Ну, например, то, что касается правильного питья. Оказывается, есть время в течение суток, во время которого коровье молоко полноценно усваивается. И что это за время? Это время с 7 утра до 9 утра, но еще лучше с 7 часов вечера, ну, то есть с 19 минут до 21 минут. Раньше и позже молоко, если принимать, даже если его правильно приготовить и принимать, соблюдая определенные правила, которые мы сейчас уже говорим, то оно не усвоится так, как если бы оно усвоилось, если его принимать в правильное выделенное время. То есть, есть биологические циклы пищеварения в организме человека. И те или иные продукты, они усваиваются в определенное время. И вот коровье молоко лучше всего усваивается именно в эти периоды времени. То есть, либо с 7 часов утра до 9 утра, либо с 19 минут до 21 минут. Теперь давайте немножко затронем тему, связанную с тем, как правильно приготовить коровье молоко, если оно не парное. Ну, конечно, очень важно, чтобы молоко было от здоровой коровы. Потому что если оно будет от больной коровы, человек тоже может заболеть. Поэтому нужно знать, чтобы быть уверенным, что коровье молоко, оно от здоровой коровы. Ну, давайте примем то, что у нас нормальное молоко, от здоровой коровы. И вот тоже еще такой момент. Магазинное молоко, оно не столь качественное. Мало того, есть очень большая вероятность, что это неполноценное молоко, потому что оно не является, ну, то есть, оно не является живым. А делается оно просто из сухого молока. Там добавляется вода, там оно приготавливается, могут какие-то добавки идти пищевые, да, вот там, и вкусовые, чтобы улучшить качество этого молока. Но в нем не будет жизненной энергии, которая на соскрытии называется прана. А вот в домашнем молоке, настоящем, там есть эта жизненная энергия. И это очень немаловажный момент. И теперь, если молоко не парное, то его нужно правильно приготовить. Его нужно правильно приготовить. Что значит правильное приготовление молока? Вот для того, чтобы вывести в осадок вот этот яд, который условно современная медицина назвала фракцией бута козеина, да, вот есть очень простое, эффективное правило, средство, с помощью которого мы можем этот козеин перевести в осадок. Что это за средство? Либо куркума, это лучше всего, либо корица. Из расчета где-то, ну, в зависимости от качества куркумы и корицы, от пол чайной ложки на литр без горки, ну, максимум чайная ложка. При этом, что интересно, что нужно эти специи растворить в молочке и потом довести молоко до кипения. Ну, и с точки зрения одних аюрведистов, это молоко нужно, чтобы оно три раза подняло, закипало, ну, то есть подымалось, после закипания подымалось. Потом надо снимать с огня, чтобы оно опустилось, потом опять, второй раз, чтобы оно поднялось, опять снять с огня, оно опустилось, и третий раз поставим на огонь, оно третий раз поднялось, и потом мы убираем огонь, и оно успокаивается. Либо вторая версия такова, что только один раз, вот оно закипело, поднялось, все, убрали с огня. Ну, пусть каждый выбирает, что ему ближе. И есть плюсы и минусы у каждой этой точки зрения, как лучше молоко принимать. Вот, и когда молочко вот уже успокоилось, после того, как оно поднялось, осело опять, нужно чуть-чуть подождать, чтобы оно отстоялось. И после того, как оно отстоялось, нужно взять аккуратненько, слить это горячее молоко. А то, что остается на дне, осадок, его нужно просто выпустить. Потому что это как раз прорегировавший с куркумой или корицей, вот этот газин. Его просто нужно выпустить. Это и есть вот этот яд. И очень благоприятно, очень благоприятно, быстренько, оперативно, пока молочко горячее, провести обряд одухотворения этого молочка, освящения этого молочка. Вообще, классическая ведическая традиция рекомендует людям настоятельно научиться употреблять в пищу только одухотворенную, освященную пищу. Что это значит на простом обыденном языке? Это значит, что всю пищу, которую мы кушаем, в том числе и если мы готовим молочком, как продукт для нашего питания, нужно одухотворять, освящать и кушать только одухотворенную, освященную пищу. Что происходит во время обряда одухотворения, освящения пищи? Во-первых, даже во время самого приготовления этой пищи, мы должны научиться готовить для Господа ту пищу, которую мы употребляем. И во время приготовления этой пищи эта пища получает заряд энергии любви, доброты и других хороших энергий, которые есть у нас. Итак, мы провели такое освящение молочка. И после этого очень важно его употребить в пищу горячим. Для чего? Дело все в том, что вот эти вещества, которые нам нужны, чтобы они попали в головной мозг, они попадают не с током крови, то есть не из желудка всасываются, они попадают в мозг человека по другим путям. Я сейчас не буду долго рассказывать, но так или иначе, в определенном смысле это такой мистический момент. И поэтому молоко должно быть, для того, чтобы это произошло, молоко должно быть горячим. Что это значит? Оно должно быть температурой, иметь температуру не ниже 60 градусов. Опять-таки, что это значит на практике? При комнатной температуре оно должно просто парить. Вот если оно парит при комнатной температуре, у него есть 60 градусов, и оно усвоится и будет полезным для развития тонких структур мозга, ответственности за процент мышления и памяти, то есть интеллекта. При этом тоже очень интересный момент является, то, что у каждого человека своя доза. Кто-то может выпить, допустим, фунт молока, то есть пол-литра, условно говоря, а кто-то может там 100-150 грамм. На самом деле, достаточно молока, для того, чтобы мозг получил те вещества, которые, ну, вот где-то начиная с 50 миллилитров, это уже достаточная доза, для того, чтобы мозг получил то, в чем он нуждается. Вот. Ну, есть разные люди, которые могут разное количество молока употреблять, но при этом одноразовый прием молока в основе своей массы случаев должен быть не больше 400 грамм молока. Ну, это получается где-то пол-литра. Вот так. И теперь еще тоже очень существенный момент по поводу молока. Молоко – это продукт, который лучше не сочетать с другими видами продукта. Ну, вот как мы обычно привыкли. Молоко, там, с хлебушком, там, еще, это не очень хорошо. Вот. Молоко – это продукт, который лучше употреблять отдельно. И если с чем хорошо совмещается молоко, это сладкие фрукты, такие как финики и банан. Вот с бананом и фиником молочко очень хорошо сочетается. Еще молоко сочетается с мемом. А больше с другими какими-то продуктами молоко не нужно, чтобы оно пересекалось. И еще тоже очень существенный момент по поводу молочка. Так как молоко – это достаточно продукт, требующий определенных усилий со стороны организма, чтобы оно усвоилось, то его нужно принимать с перерывами. Ну, например, в холодное время года нужно минимум делать, основной массе людей рекомендуется, двухдневный перерыв. Ну, то есть, пять дней попили, иногда, может быть, даже четыре, и два, три дня, но не меньше двух дней делать перерыв. В теплое время года – один день нужно делать перерыв. То есть, шесть дней попили – один день делать перерыв. Обязательно нужно делать. Потому что молоко – это достаточно такой продукт, требующий значительных усилий для полноценного усвания. Я вам всем желаю самого хорошего, чтобы молоко заняло в вашем рационе достойное место. И еще раз напоминаю, в чем бесценность коровьего молока? В том, что только в коровьем молоке есть и вещества, которые необходимы нам для развития нашего интеллекта. А значит, способствовали повышению уровня духовной культуры человека. Всего хорошего. До свидания.